Друзья и господи, давайте снова обратим внимание на большой скрин. Затем поборемся. А соперники могут сказать, что славятся удушающими галитинами, хорошо ее делают. Но мы, соответственно, к этому подготовились. Мы собираемся по своим правилам вести бой. Посмотрим. Да, он отличный боец. У него очень большой опыт в этом промоушене. Он сильный боец. У меня с этим никаких проблем. У меня нет с ним никакого конфликта. Знаешь, мы спортсмены, а когда мы выходим в клетку, мы вступаем в бой. И там уже все встает на свои места. Я буду, как всегда, работать в ситуации, но преимущественно я больше люблю работать в токе. Соответственно, я буду навязывать ему свою игру. Первый раунд я буду очень внимательным, буду смотреть на его действия. И по этой фанку включим свой ритм и продолжим бой. Боина до Розарио, Эдди Эллис, Марсио, Брэйна, Родригес, Брага. Причем двое из них повержены были техническими нокаутами. Удар ногой. Точный был во втором раунде, когда он отправил технический нокаут Эдди Эллиса. И Махандаев также с забиваниями с рук. Технический нокаут отправил Йонаса Боина до Розарио. Было также в карьере Мирхана поражение от Эдуарда Вартаняна на ECB-20. Турнир, когда проходил в Сочи. Техническим нокаутом Мирхан тогда проиграл в забивании с рук Эдуарда Вартаняна в первом раунде. И было еще одно поражение от Магомеда Мустафаева. Сочи Старклуб турнир был. И тогда он пропустил слэм по себе от Магомеда Мустафаева. И нокаутом проиграл в первом раунде. На вот до поражения от Магомеда Мустафаева были шесть побед к ряду у Амирхана Адаева. И начал свою карьеру в октябре 2012 года сабмишина. Болевым приемом на руку он тогда финишировал Алихана Алишихова. Итак, первый раунд. Амирхан Адаев в черных с красным трусах. Всегда Амирхан показывает очень яркие и красивые поединки. Какой атлетичный парень. Румын. Аурель Пертеа. Кстати, что делает сейчас Аурель? Через правую и дукуй свинка прошел он в туловище. И попытался осуществить тейкдаун красивый. Но Амирхан попытался тоже качественно отзащищаться. Да, оказался он буквально на долю секунды на конвасе. Но быстро поднялся на ноги. И по большому счету не дал себя бросить, как изначально задумал Перте. В клинче идет сейчас основная работа физически. Пертее. Мне кажется, даже так чисто внешне. Он более мощный, нежели Амирхан. Хотя по весу. Правый миддл кик от Ауреля Пертее. По весу как раз Амирхан был тяжелее. Правый кросс также готовил Пертее. Пертее, но здесь Амирхан рука была на месте. Он отзащищался. Не пропустил жестко и плотно. Но в последующем был тейкдаун. Опять же быстро Амирхан поднимается на ноги. Пока надо сказать, что поединок проходит под контролем именно румынского бойца. Навязывает он именно свой рисунок. Этого боя ничего пока что Амирхан не может с этим поделать. И приходится работать в сложившихся обстоятельствах. Разорвать дистанцию в первую очередь не получается у Амирхана. Очень цепкий Аурель Пертее. Здорово попадает сейчас Амирхан. Прекрасно попал и туда же еще повторно запустил несколько ударов. Срок. Да, тут Аурель Пертее понял окончательно, что его бой исключительно в клинче, в борьбе, в партере, где угодно. Но только не на дальней дистанции, откуда Амирхан Адаев просто будет его расстреливать. Опасно. Два сбоку попал в нокдауне. Левый боковой Аурель. Едва не оказался Амирхан. Точно попадает. Ну и при этом Амирхан также в ответе вроде бы плыл, но зацепил. Вы знаете, сейчас какие тяжеленные удары Амирхан пропускает. Ну и тут же огрызается, проявляя характер. Но это опять же в силе Амирхана Адаева. Вот это боище, конечно, мы видим. Переводит в партер Амирхан Румына. Да, и боковая позиция. Эта пауза очень нужна сейчас Амирхану. Конечно, тряханул его здорово Аурель Перте. Этой серией опасен Румын, как мы видим, не только в борьбе, но и в стойке. Сумел создать ударнику такого уровня, как Амирхан Адаев. Очень серьезные проблемы. Аурель Перте. Я бы назвал Амирхан универсальным бойцом в большей степени. Не только какой-то действительно классный ударник, но он и в партере очень умно и качественно работает. Причем очень много уделяет внимания грэплингу. И я вам скажу, что как он перетерпел эти удары в стойке, но многие бы не смогли бы этого сделать. Еще он всегда отвечал. Обратите на это внимание уже потом в замедленном повторе. Когда он пропускал и плыл, он также в ответ выбрасывал удары и тоже попадал. Чуть-чуть цеплял своего оппонента Ауреля Перте. Амирхан, кстати, был уже вот в таком очень опасном положении для себя по ходу и потом возвращался. Комбэк такой осуществлял, что в итоге выигрывал бой досрочно. Это было как раз и в Грозном. Он противостоял тогда бразильцу. Атавио Дос Сантос. А Атавио потом продолжил свою карьеру в Лиге Сибии. Выиграл, насколько я помню, следующий свой поединок. Что ж, у нас близится к концу первый раунд. Очень насыщенная пятиминутка получилась. Все мы здесь увидели. Да, все так и есть. И причем он выиграл следующий бой, проиграв Амирхана Адавио техническим нокаутом. Во втором раунде у Атилы Коркмас. Уверенно по итогам трех раундов. Мы с вами тот бой комментировали. Да, все так и есть. И в том поединке Амирхан тоже очень серьезно трепку заполучил, а потом вернулся в бой и поистине проявил не только великолепный свой бойцовский дух и характер, еще и умения и знания. Но посмотрите, вы сейчас заметно повторяете, сколько он истерпел ударов в этом раунде. Но и при этом всегда он огрызался и отвечал. Ну и сейчас, я думаю, последует серия, который едва не закончил бой в свою пользу. Заурель Пиртея, вот она, размашистым ударом сбоку заставил Амирхана приземлиться на колено. Ну и смотрите, с честью Амирхан вышел из этого положения. Перехватил инициативу. Ну что ж, мы в предвкушении после такого многообещающего начала. Второй раунд. Меняет стойки Амирхан Адаев. С левой руки сейчас одиночно действовал Амирхан. Я думаю, что не стоит ему работать именно рассчитывая на одиночный удар. Чуть разнообразие надо включить, а тем более он умеет это делать. Ну, сложно сейчас, конечно, ему сейчас по тулу еще очень неплохо было от Амирхана Адаева. Начинает качать корпусом Амирхан. Он может разнообразнее работать. Может включать и ноги, и колени, и в том числе комбинаторику более широкую, нежели. Сейчас пока получается этот бой, но это все в том числе от пропущенных ударов. Все-таки, да, пропускает удары боец жесткий. Сейчас слева попадает жестко. Зацепил он сейчас партией. И очень неплохо таким узким ударом в коридоре. Без размаха. Точно по подбородку пришелся. Аурель так чуть-чуть прям съел этот удар. И правая, опять слева руки по туловищу от Амирхана Адаева. Великолепно сейчас действует Амирхан. Конечно, характер потрясающего этого бойца. Еще раз с левой попадает Адаев. Насколько сейчас грамотно он ведет поединок из дистанции. Отрабатывает очень результативно опаснейшего своего оппонента, который, вы знаете, готовил он с ножниц колена. Физически сильный, конечно, Аурель Пертье. Но подсел сейчас Пертье. Подсел. И в ответе сейчас успешно действовал Пертье. Здесь замешкался Амирхан Адаев в собственной атаке. Пропустил удар. Но очень сильно подсел Аурель. Так даже сгинается он немного в корпусе. Это действительно ему сейчас сложно дышать. А это в том числе и результат ударов. Качественных по туловищу от Амирхана. Здесь чуть-чуть по животу еще надо. И посмотрите, как здорово контролирует дистанцию Амирхана Адаев. Постоянно он висит, угрожает. Да, вот портулы еще. Здорово, повторно. Прекрасно. Очень умно сейчас действует Амирхан. Никак у Ауреля не получается отделаться от Амирхана. Да, здесь необходимы удары по животу. И Амирхан переводит после нескольких комбинаций правым-боковым в скачке одиночным, но рядом с целью. Миддлкейп. Оба с печени пытался запустить. Шатает уже Ауреля Пертеяя от усталости, от пропущенных ударов. Но по-прежнему этот боец опасен в любом положении. Та самая гильотина, его коронка. Вот это вот действие Амирхан Адаеву стоит опасаться до последней щеки. Скрывал он этот бэкфист и, по-моему, вскользь зацепил он Ауреля. Лоу-кик. Задней ноги от Амирхана очередной. И сейчас пытается взорваться уже Аурель. В защиту был удар его. Видел нанесение удара. Он сейчас пропускает Амирхан справа. Спиннинг-раунд кик. Та самая вертушка. Амирхана Адаева мимо цели. И еще одна вертушка по туловище, только уже в этот раз. Бэк-кик был вскользь. Тут правый сбоку попадает жестко. А сейчас Амирхан Адаев. И слышите, что советуют из угла Амирхану? Один-два удара ушел. Не заигрываться и не задержать дистанцию. Не заставиваться, да, в собственной атаке. Это абсолютно верно и четко. Все так и есть. Здорово. По туловище сейчас работает Амирхан Адаев с левой ноги. Жестко сейчас пробил он в живот. Но подсевшего функционально соперник, конечно, Амирхану нужно через туловище обрабатывать. Есть все шансы Амирхана. О, кстати, готовил Амирхан сейчас и левый хай-кик. Очень классный бой мы с вами видим, друзья. Да, ну как развернулось в течение поединка от того, что мы видели в первом раунде, в высшей степени конкурентный бой. К практически одностороннему, ну не избиению, но серьезному превосходству одного из бойцов. И этим бойцом во втором раунде был Амирхан Адаев. На выбор уже работал Амирхан. Здорово по корпусу. Несколько раз российский боец приложился. Обменялись хай-киками. Ну что ж, заключительная пятиминутка нас ожидает. Итак, третий раунд. Амирхан Адаев, Аурель Пертея. Изрядно подсел румынский боец во втором раунде. Посмотрим, что он нам покажет в третьем. Ну и хватит ли сил у Амирхана Адаева продолжать в том же духе. Здорово качает корпус Амирхан на первых секундах. Но отдохнул Аурель Пертея. И пока неплох румын на стартовых секундах. Миддл-кик от румынского бойца Ауреля. По животу уже Амирхан Адаева. Здорово в ответе правый сбоку от Адаева. И пропускает контр-выпад по себе Амирхан Адаев. Это Аурель. Аурель шляет тейкдаун. Нужно быть максимально активным, конечно, Амирхану. И постараться встать на ноги. Здорово поднялся. Продолжит этот поединок в стойке. Так и получается. Сечка. У румынского бойца. Возможно, была она заполучена в портере. Там Амирхан очень активно локтями оборонялся. Здесь здорово сейчас действует Амирхан. Вроде бы прям суперчистых ударов не было. Но очень плотные они были даже через перчатки. Которые, напомню, всего лишь четыре эмоции. Имеют собственный вес. Да, с левой руки опять действует грамотно. Узко в коридоре. И туда же левый миддл по печени. Здорово сейчас попадает Амирхан. Классно сейчас отработал этот эпизод Адай. Под локоть успел он осуществить свой удар в миддл кейк. Очень сейчас тяжело приходится Аурелию Перти. Который первый раунд, напомню, забрал свою пользу. Ну а второй, как мне показалось, Амирхан был лучше. Значительно. И вот по животу опять от Амирхана был удар. А как мне еще раз кажется, и я несколько раз мысль эту высказал, что нужно по Тулу еще работать чуть-чуть больше Амирхану. И это принесет успех абсолютно точно. Тем более, что Амирхан умеет это делать. Отцелил слева руки. Очень явно. Слишком видимо для его соперника. Ауреля делает Амирхан. Аурель не пропустил удар. А вот сейчас здорово. Классная откидка. Уже не первый раз получается она у Амирхана Адаева. Не дает по себе провести бросок Амирхан. Сейчас с левой руки успевает коротко по Тулу еще зацепить Амирхан Адаев Ауреля Пертия. С дистанции разбивает Амирхан своего оппонента. Лоу-кик был. Сейчас чуть проваливается. На один удар рассчитывал сейчас Амирхан. В этом эпизоде, как мне кажется, зря. Меньше минуты остается до конца этого боя. В ответе здорово Амирхан. Пропуская сам, действует точно с левой руки. Лоу-кик под внутреннюю часть бедра. По Аурелю сейчас Ауреля, выпуская правую ногу, шляя удар по животу, как раз промахивается и попадает в паховую область Амирхана Адаева. Там, естественно, есть бандаж, защищающий важную... С левой руки Амирхана Адаев опять попадает. Здорово. Хвост дракона, так называемый удар. Таким образом он именовался в кикбоксе. Исполняет сейчас Амирхана. И все четко, защищался. Ну и опять тот сам... ...совершает Амирхан Адаев. Такой затяжной. В том смысле, что он, проиграв первый раунд, он вернулся в бой победоносно уже во втором и в третьем. Я уверен, что в этом случае судьи боковые не должны совершить, наверное, просто безумную ошибку уже в этом случае. И не могут они никак посчитать уже в пользу Ауреля Пертье. Потому что этот бой Аурелем проигран за счет второго и третьего раунда, который выиграл как раз Амирхан Адаев. Тем не менее... Тем не менее, мы все в ожидании. Доволен Пертье. Подружески обнялись. С Адаевым. Вот такие вещи всегда приятно смотреть. Уважительное отношение после боя. Хороший пример подают ребята. Итак, ждем судейских записок. Красивый бой. Достоин действительно звания со-главного события вечера. Эти бойцы по-настоящему друг друга стоили. Ну а сейчас мы узнаем, кто все-таки был лучше. Единогласно, надеюсь. Без сюрпризов, да. Амирхан Адаев побеждает и... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...